МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их проживание на территории торговой точки. Задержано двое мигрантов, трудившихся без необходимых документов. Изъято товаров на сумму более 1 миллиона рублей. Вот задержанные мигранты рассказывают оперативникам, как они работают. Собственнику грозит наказание по статьям административного кодекса. Нарушение правил маркировки товара, несоблюдение установленных ограничений в отношении иностранных граждан на осуществление отдельных видов деятельности, нарушение требований пожарной безопасности. Предполагаемый размер штрафа около 1 миллиона рублей. Проверка показала, что большая часть реализуемого товара имеет неустановленное происхождение. Продажи происходят с нарушением закона, регламентирующего необходимую маркировку товара. Это, по сути, торговля контрафактом. Товар изъят контролирующими органами для проведения дополнительных экспертиз. Решается вопрос о приостановлении деятельности магазина. Это далеко не единственный пример в Твери с незаконным привлечением труда мигрантов. Проверки будут продолжаться. Правоохранительные органы призывают жителей города не стремиться к неоднозначной выгоде при покупке товара ненадлежащего качества в сомнительных магазинах. Контролирующие структуры настаивают на необходимости соблюдения владельцами помещений при сдаче в аренду законодательства России в целях сохранения деловой репутации. На своих экранах вы видите оперативное видеозадержание сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с сотрудниками ФСБ России по Тверской области при поддержке офицеров Росгвардии подозреваемого в даче взятки директору муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела. По материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным сотрудниками ФСБ, вторым отделом по расследованию особо важных дел Регионального следственного комитета о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики возбуждено уголовное дело в отношении задержанного жителя Твери. Пункт Б. Часть 4 статьи 291 Уголовного кодекса «Дача взятки в крупном размере». Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки директору муниципального бюджетного учреждения. По материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным Службой экономической безопасности ФСБ России и Управлением Федеральной службы безопасности России по Тверской области, проведены совместные мероприятия и неотложные следственные действия, в том числе с участием сотрудников Росгвардии, позволившие задержать подозреваемого. По версии следствия, в период не ранее сентября и не позднее 7 октября текущего года подозреваемый через посредников путем безналичного банковского перевода денежных средств на банковскую карту, находящуюся в пользовании директора учреждения, передал последнему взятку в виде денег в крупном размере за заведомо незаконное бездействие, в том числе за осуществление незаконного захоронения граждан и ведение работы несанкционированных торговых объектов. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователь Следственного комитета обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Проведено свыше 20 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого в подконтрольных предприятиях, а также круга его общения. Изъяты предметы и документация, представляющие интерес для следствия и содержащие сведения об обстоятельствах совершения преступления. Расследование продолжается. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователь Следственного комитета обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Проведено свыше 20 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, подконтрольных предприятиях, а также круга его общения. Изъяты предметы и документация, представляющие интерес для следствия и содержащие сведения об обстоятельствах совершения преступления. Расследование продолжается. Днем 20 октября в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улице Склесково 26-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу 88-летнему пешеходу, который завершал переход дороги под запрещающий сигнал светофора. От удара об автомобиль пенсионер получил различные травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщили в ГИБДД под Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok